Мой доклад будет скорее из области еще фундаментальных исследований, пока они не в клинике, но я надеюсь, я постараюсь вас убедить в том, что они в ближайшее время все-таки там появятся. Итак, мы поговорим про визикулы, пару слов буквально вообще, что это такое, и потом я расскажу о данных исследовательских работ, которые посвящены разработке методов диагностики колоректального рака с помощью анализа визикул. Но для того, чтобы понять, где вот в структуре возможных методов диагностики находится именно эта технология, ну вот так очень такая грубая общая схема, то есть мы понимаем, что так традиционно колоректальный рак диагностировался методами лучевой диагностики, эндоскопическими исследованиями, анализы кала, где можно искать различные следы опухолевой ткани, это скрытая кровь, ДНК и так далее. И большая группа, которая сейчас становится все больше и больше, шире и шире, это так называемые циркулирующие маркеры, или ликвиду биопсик, как она называется. И вот в этом кластере существует тоже несколько, скажем, подгрупп, это можно начать с клеток, то есть, ну естественно, в качестве диагностического маркера это не очень понятно, но так в общем, чтобы в общую картину представить, все-таки исследования идут, это как маркер, скажем так, прогрессии или ответа на терапию, так и используется. Дальше знакомые всем молекулярные маркеры, протеины либо ДНК, и вот где-то между ними находится визикул, то есть это какие-то компоненты такие субклеточные, которые меньше на пару порядков по размеру, чем клетки, но существенно больше и информативнее, чем молекулярные маркеры. Ну вот несколько слов, я уже из доклада, из доклада повторяюсь эту историю, про то, как сейчас представляется классификация вот этих вот визикул. Вот, в принципе, вот сейчас выделяют три такие группы, хотя я не исключаю, что в ближайшее время либо этих групп станет меньше, либо в рамках вот этих вот групп появятся какие-то подгруппы. Вот, ну пока классификация такова, то есть вот есть большие визикул, так называемые апоптетические тельца, которые, как следует из названия, образуются в процессе апоптоза клеточного, и это, в общем-то, они самые большие по размеру, там порядка несколько микрон, и они представляют собой просто обломки умирающей клетки. Чуть меньше по размерам, то есть где-то 200-300-400 нанометров в диаметре, так называемые эктосомы, это визикулы, которые образуются таким процессом отпочкования от мембраны, вот, они имеют диагностическое значение достаточно весомое, вот, и они по составу, в принципе, повторяют содержимое цитоплазмы. И последняя группа, так называемые экзосомы, которые наиболее активно изучаются по ряду причин, это визикулы, которые имеют достаточно специфический механизм образования, они образуются в процессе формирования, так называемого, мультивизикулярного тельца внутри клетки, и это тельце содержит много визикул, то есть, сколько, ну, я не знаю, десятками или сотнями меряется, и, вероятно, они идентичны по своему составу, и тогда, когда это мультивизикулярное тельце созревает, его мембрана контактирует с клеточной мембраной, и они выходят в межклеточные, пространство, все сразу, вот, то есть, вот, пока классификация такова, но я еще раз повторюсь, что сейчас, по крайней мере, вот, в группе экзосом все больше и больше появляется новых, то есть, разные новые пути, их биогенез записываются, и, соответственно, разные новые визикулы, классы визикул предлагаются к использованию. Если посмотреть на нано-визикулу так вот поближе, и, причем, я не разделяю в данной ситуации экза и эктосома, они примерно так вот при этом рассмотрении одинаково выглядят, вот, это вот такая вот структура, которая сверху покрыта бесслойной мембраной, и что интересно, эта мембрана содержит протеины, а что интересно, особенно, что эти протеины, их состав, во-первых, отражает биогенез визикулы, и анализируете протеины, можем сказать, каким образом она образовалась, и кто она такая, экто или экзосома, или еще какая-то другая, и, кроме того, в состав мембраны входят белки, которые характеризуют происхождение визикулы, то есть, она несет белковый состав в тех клеток, которые ее секретировали, соответственно, анализируя белки в составе мембраны, мы можем предполагать, из каких клеток эта визикула происходит, вот, а внутри визикулы достаточно такой широкий состав, сейчас еще до сих пор дискутируется вопрос о том, есть ли там ДНК, потому что современное понимание биогенеза визикул не предполагает попадания туда компонентов ядра, вот, но вот есть исследования, где люди действительно доказывали, что там они есть, пока непонятно, как туда попадает ДНК, вот, ну, а все остальное, содержимое цитоплазмы клеточной, там в визикуле находится, что определяет ее, в общем-то, высокий диагностический потенциал этого образования, вот так вот, это мне нравится очень картинка, я ее всегда показываю, она напоминает звездное небо, то есть, вот таким вот образом выглядят визикулы из плазмы здорового, может быть, даже это из моей, они были выделены и с помощью банального метода ультрацентрифугирования, и потом разведены в том же объеме, из того же объема крови, выделились какого-то, и таким же объемом какого-то ПБСа или обычного физиологического раствора, растворили, вот так примерно выглядит состав визикул в нашей плазме, вот, если мы немножко проэкстраполируем, позанимаемся расчетами, мы знаем их диаметр, мы знаем их количество, можем все это прочитать, и попробуем посчитать их объем, то получается, что они занимают порядка полпроцента объема циркулирующей плазмы, то есть, предполагая вот высокую информативность этих образований, вы понимаете, насколько они действительно интересны. Ну, вот так вот, коротенькая картинка, которая говорит о том, как, в общем-то, развивается вот исследование в этой области, вот, в общем-то, объем публикации, количество публикаций все больше и больше, то есть, наверное, это значит, что это действительно интересно, вот, а теперь несколько более таких подробных моментов, я попробую рассказать, какие два, на мой взгляд, основные направления в исследовании этих визикул, и, соответственно, стратегии их использования в качестве диагностического маркера существуют. То есть, в теории можно предполагать два варианта, можно анализировать вообще все визикулы, то есть, некую тотальную популяцию существующих визикул, и предполагать, что опухоль, развиваясь, добавляет в нее что-то такое, что мы можем отмерить. То есть, ну, это такой подход, он, естественно, предполагает какие-то очень чувствительные методы диагностики, методы анализа, вот, и существуют, в общем-то, прецеденты довольно интересных успешных публикаций в этой области, ну, вот, в частности, первая работа была опубликована, если мне память не изменяет вам, 14-й год, это японская группа, они исследовали визикулы из плазмы пациентов с колоректальным раком, сравнивали их с визикулами из плазмы здоровых доноров и анализировали микроранка, то есть, ну, частный случай, можно было любые другие компоненты, в общем-то, достаточно интересные есть в визикулах. Ну, вот, они остановились на этих, и они действительно описали несколько молекул, которые, микроранка, молекул, которые отличают, эстетически значимо отличают плазму пациентов от плазмы доноров. То есть, это вот первая пионерская работа, довольно интересные результаты они показали уже тогда, это 6 лет тому назад. Вот, похожее наше исследование было сделано буквально следом, тоже в 2018 году оно уже было опубликовано, мы делали похожую работу, немножко отличался дизайн эксперимента. Мы, для того, чтобы, мне показалось, что не очень правильно сравнять больных со здоровыми, потому что, ну, слишком разные популяции, поэтому мы начали исследование с того, что мы сравнили пациентов до операции и после операции с тем, чтобы найти те факторы, которые у них пропали. Вот, таким образом, таким широким профайлингом выбрали вот молекулы микроранковые, которые исчезли из циркулирующих визикул, и потом уже их именно сравнивали в популяции, вот вы видели, видите, на слайде это больные, больные после операции, ну и для сравнения взяли пациентов с доброкачественными образованиями и здоровых доноров. И, действительно, мы нашли такие молекулы, которые в этих группах ведут себя по-разному. Вот, если просто эти молекулы брать и пытаться с их помощью какие-то диагнозы выставлять, получалось, что слишком это, ну, показатели диагностической значимости достаточно низкие были. То есть, как-то предлагать это использовать в клинике, мне показалось рано. Вот, но мы придумали, ну, это не мы придумали, мы взяли так на вооружение метод такой интересный достаточно. Если, например, мы знаем, что одна молекула, экспрессия одной молекулы или концентрация молекулы повышается, а другой одновременно понижается, даже не зная, есть ли под этим какой-то биологический смысл или нет, может быть, в каких-то части случаев и нет, вот, мы высчитываем некий такой расчетный параметр, то есть соотношение двух этих молекул. И вот этот параметр часто имеет очень высокие, существенно выше, чем вот исходные две молекулы, показатели диагностической значимости. Так вот, в данном случае мы получили вот две молекулы, если их сравнить, если просчитать соотношение их концентрации, то получается, что мы очень неплохо можем отличать пациентов от здоровых доноров. В нашем случае, вот в случае японской группы, еще ряд был похожих исследований. В принципе, люди работали с каким-то ограниченным количеством маркеров, вот этих физикулярных. Вот недавно буквально была опубликована работа, это китайская группа, которые подошли к этой истории так с большим размахом, они, тут эти так называемые геномные методы исследования, они анализировали весь профиль МРНК и микро-РНК в визикулах и пытались искать какие-то вот причинно-следственные связи. Понятно, что эти молекулы, одна группа, это маленькие молекулы, относительно малочисленные, которые регулируют другую группу, которые, там молекулы сами по себе больше, и их больше на порядок по количеству. То есть это, понятно, что это взаимосвязанные две группы двух факторов, и они попытались какой-то анализ провести вот этих связей, и очень это эффективно получилось. То есть вы видите, вот эти вот квадратики, на самом деле это Ариан-де-Курва, так называемые, то есть такой интегральный показатель диагностической значимости, и они выделили несколько молекул микро-РНК и несколько молекул МРНК, то есть информационные РНК, которые кодируют какие-то белки. И вот такой вот анализ позволил им по ряду факторов, ну какие-то запредельные совершенно такие, числа, показывающие идеальные вообще параметры диагностической значимости, близкие к единице показать. То есть, в общем-то, мне кажется, это очень перспективная получилась работа. До сих пор я с трудом верилась в то, что можно, анализируя весь полувизикул, что-то там говорить, более-менее близкое к правде оказывается. Да, действительно можно, но это вот такой масштабный подход к этому должен быть. Другой вариант анализа подхода, скажем так, стратегического подхода к анализу циркулирующих визикул основан на предположении, что мы все-таки выделяем какие-то специфические визикулы. Но так как говорить о каких-то маркерных там белках, которые будут в этих визикулах, мне кажется, сложно, потому что непонятно каких. И можно предположить, что, ну это не то, что непредположение, это, в принципе, наверное, так оно и есть, что в нашей плазме циркулируют визикулы, которые секретируются всеми клетками. И количество визикул, ну, наверное, как-то зависит от того, как активно секретируют ткань и какова ее удельная масса. Вот, то есть, ну, понятно, что в плазме это как бы доказанный факт. Основная масса визикул, порядка там 95%, это визикулы с секретируемыми клетками крови и эндотелия. Ну, это очевидно. Вот, а остальные 5% это вот, собственно, таргетная популяция, в которой можно и имеет смысл что-то искать. Вот, и мы предполагаем, что если развивается опухоль, в случае толстой кишки, рака толстой кишки, понятно, что эта опухоль, ну, есть ряд там каких-то совершенно малодифференцированных состояний, но в большинстве случаев она все-таки имеет какую-то дифференцировку. Если в плазматоке существует какой-то минимальный пул визикул, имеющих маркеры кишечного эпителия, то есть энтерального эпителия, то количество этих визикул должно, пока эта опухоль еще дифференцирована, просто за счет того, что ткани становятся больше, количество этих визикул тоже должно вырасти. Вот, тут гипотеза была такая, и вот мы ее проверяли в течение последних лет, и мне кажется, в общем-то, это более перспективное направление, чем первое, хотя трудно говорить. Вот, и для того, чтобы это проверить, мы просто взяли из базы данных, всем доступные, выбрали такие белки, вот они перечислены, не все, но вот какие-то основные, самые интересные, для которых характерен, ну, скажем, не абсолютно, но относительно специфичной экспрессии именно в клетках эпителия толстой кишки. То есть вот там есть такой коэффициент, который отражает этот параметр. То есть эти белки, можно предполагать, что они секретируются почти что только в эпителии толстой кишки, и есть шанс их найти, соответственно, и в опухоли, развивающейся из этой эпителии, и в визикулах, которые эти клетки секретируют в плазматок. Дальше мы посмотрели, убедились, что эти визикулы, что эти белки имеют мембранную локализацию в клетке. Это значит, что мы можем их использовать как некие якори для выделения этих визикул, интересующих нас, и они уже где-то были описаны в каких-то визикулах. Вот на базе такой вот фундаментальной для начала информации мы начали свой поиск. Сначала мы посмотрели, что действительно есть ли они в нормальном эпителии толстой кишки. Получилось, что да, действительно они там экспрессируются, и можно их детектировать. Вот это данные просто одного пациента, для примера, это методом Дотблот было проанализировано, а это вот уже данные по группе пациентов, по-моему, там 10 или 12 человек, то есть небольшая группа. Но тем не менее было понятно, что да, эти белки там есть, и мы можем что-то дальше искать. Дальше мы посмотрели, а есть ли они в визикулах, которые секретируют клетки в культуре, потому что пока мы не уверены, что они есть в визикулах просто в популяции 100% из клеток колоректального рака, мы не можем как-то рано еще искать их в плазме, потому что там понятно, что их будет очень маленькая, совершенно минорная популяция. Посмотрели, да, действительно там их нашли, не во всех культурах, но в большей части, у нас там была коллекция 6-8 культур, из 5-6 они действительно очень четко экспрессировались в визикулах вообще, и в мембране их экспрессия была больше, чем в тотальной визикулярной фракции. Это как бы нас подвигло на дальнейшие исследования. Дальше разработали технологию, как их можно сначала хотя бы просто померить, есть ли нет, ли много-мало. Мы такую технологию разработали, она не новая, не то чтобы мы ее воспроизвели из каких-то литературных источников, мы использовали некие частицы микроразмерного, то есть порядка 4 микрон. На эти частицы сажали антителак, интересующих нас маркером, и выделяли сначала тотальную популяцию визикул, потом из этих вот визикул мы выделяли с помощью вот такой вот конструкции именно интересующие нас визикулы, которые, как мы предполагаем, были секретированы клетками энтерального происхождения. И потом мы метили эти визикулы уже какими-то там с антителами, панвизикулярным маркером, меченым каким-то флюорохромом, и с помощью проточницы темитрии анализировали. То есть вот такая вот технология, несколько тяжеловесная, но в принципе сейчас мы уже немножко ее оптимизировали, я как бы не буду в технические детали вдаваться. Вот, в принципе, она работала, и таким вот образом мы увидели разницу действительно между пациентами и донорами. То есть вот вы видите, на этой картинке видна, ну, первая сверху вот эта вот группа, так называемая, там негативный контроль, где нет визикул, то есть мы проверили, что наша система работает. И дальше вот то, что мы видим в плазме здорового человека, то есть какой-то процент визикул, естественно, есть, и вот то, что мы видим в плазме донора, то есть видите, что она действительно существенно увеличивается. Если мы сравнили на нижней панели, это уже в группах пациентов, мы видим действительно вполне измеряемую статистическую значимую, иногда нет, разницу между группами пациентов и группами здоровых доноров. Вот два графика внизу означают просто разные методы мечения, вот сверху уже, цветного мечения вот этих вот визикул, просто мы дабл контроль делали разными, разные белки метили. Вот, и в принципе такой метод дает достаточно высокие показатели диагностической чувствительности. Пошли чуть дальше и решили, что почему бы, если у нас есть несколько таких маркеров, почему бы не сделать конструкцию, которая на себе, которая на себе имеет, да, обратно, много разных антител. То есть мы вот пробовали 3, 4, 5 вот максимум. То есть 5 разных антител были фиксированы к таким визикулам, и мы выделяли таким образом такую более гетерогенную популяцию визикул, но предположительно, тем не менее, мы могли предполагать, что это визикул энтерального происхождения. Вот, в данном случае мы тоже видим разницу между пациентами и донорами, и мы видим более статистически значимую разницу между группами пациентов и доноров, и опять же довольно высокие показатели диагностической значимости такой технологии. Вот, ну вот, собственно, все, что я хотела вам рассказать. То есть вот два подхода глобально к этой истории, и вот выводы из моего доклада, я надеюсь, вы со мной согласитесь, что эти визикулы являются перспективным маркером для диагностики онкологических заболеваний вообще эколоректального рака в частности. Возможно, два варианта подхода, вот я вам их показала, тут первый и второй. И, естественно, для того, чтобы эти методы вошли в ближайшее время в какую-то вот практическую медицину, необходимо оптимизация технологии, она, в общем-то, не, что-то не заоблачное, вполне совершенно реализуемые вещи, и необходимо проведение широких эволюционных исследований, чтобы мы могли выходить уже в народ с какими-то красивыми цифрами о том, что этот метод действительно работоспособен. Тогда я озвучу первый вопрос. К какому типу онкомаркеров относятся циркулирующие андовизикулы? Вот три варианта. ИГХ, генетический маркер или жидкостная биопсия. Теперь мы видим уже результаты голосования. Первый ответ – ИГХ, 6%, второй – генетический маркер, 12% и жидкостная биопсия. Большинство слушателей ответило именно так – 82%. Спасибо.